Сабантуй Снорлаксов. Самый лучший сервер по покемонам в России. В нем немало аксива, хорошие боты, роллплей с хорошим сюжетом, за которым интересно наблюдать и общение со мной. Ссылка на этот сервер в разделе ссылки на моем паблике. Как вам такое? Ну ладно, в описании тоже есть. Что ж, всем Алоло в аппу микрофона и да, я решил сделать один из тех туториалов, на фоне которого либо... Паркур, паркур, новое движение, путь, самовыражение, молодежное течение. Либо игра, которая, хм, а чё, выглядит хайпово. Но ладно, думаю вы не против. Итак, представим себе такую картину. Вы ещё не играли в покемонов, но хотите начать. Чтобы потом в них больше играть, больше о них знать, короче, стать фанатом покемонов. Но этих игр, частей, версий, называйте как хотите, довольно много. И непонятно, с какой начать. Что ж, об этом видео. Но начнём мы с немного теории. Расскажу о геймплее самих игр. Я знаю, что в видео с похожей тематикой вы такого уже наслышались, так что будет кратко. Обычно, когда говорят «игра по покемонам», несмотря на огромное количество спин-оффов и прочего, подразумевают именно Мэйлайн, игры основной серии. Хотя, признаться честно, чаще всего это покемон Гоу. Но его для ознакомления с покемонами я категорически не советую эту мобильную дресню. Итак, игра основной серии в покемонах – это японская ролевая игра. Очень многие игры жанра JRPG являются похождениями по внутриигровому миру, сражаясь с монстрами своим или своими персонажами. Но в покемонах есть небольшое исключение в виде того, что да, мы с ними всё ещё сражаемся, но не своим ГГ, а пойманными или полученными монстрами. Без никаких убийств. Но они не просто меряются, у кого атака сильнее. В случае с карманными монстрами они имеют типы, за счёт чего один покемон может валить другого и наоборот. Сейчас на экране основное, что надо знать о преимуществах в типах. Огненный валет травяной, травяной водный, водный огненный и так по кругу. А это полная таблица преимущества в типах, может пригодиться. Но боевая система покемонов не ограничивается этим. Некоторые знания вам могут пригодиться. Например, статы, деление на физическую и специальную атаку. Однако, скажу честно, лучше не заморачивать этим голову начинающим фанатам покемонов. Также в этих играх, сражаясь с другими покемонами, ваш покемон получает опыт. В сражениях можно иметь не более 6 покемонов. Обмена покемонами сделали чуть ли не основную роль в разработке игры. Вы все это знаете. Кстати, об обмене. Он и послужил причиной разделения одной игры на две версии. Может быть такое, то что в одной версии есть определенные покемоны, а в другой другие покемоны. Вам определенных покемонов не хватает, чтобы, ну, поймать их всех. Так что вы встречаетесь с каким-нибудь другом и происходит обмен. Две версии редко различаются между собой чем-то еще. Поэтому, если вы выбираете между двумя версиями, то в принципе без разницы. Тут все на вкус и цвет, что вам ближе. Чего не скажешь о третьих версиях. Третья версия это улучшенная версия в сравнении со своими предшественниками. В основном исправляются баги, добавляют новые спрайты, анимации и тому подобное. А также незначительно, но меняется сюжет. И если какое-либо поколение имеет третью версию, то выбирает именно ее. Например, в третьем гене это покемон Эморалд. В четвертом это платинум. В пятом мало того, что это третья версия, так еще и сиквел по сюжету. В общем, каждое поколение имеет третью версию, кроме шестого и восьмого. В восьмом вместо них DLC. Кстати о поколениях. Покемоны в целом всегда делятся на поколения. И делают они это каждый раз, когда появляется новый регион с большим количеством новых покемонов и новшеств. Итак, пришло время приступить к основной теме этого видео. С какой игры начать? На самом деле без разницы. Каждая игра по покемонам хочет быть приятной для начинающих фанатов. Ведь почему в каждой игре учат как ловить покемонов и есть мини-экскурсия по городу? Да и с какой бы вы игры не начали, хоть и будет различаться опыт, но по высшей части будет все так же. И из этого мы можем сделать вывод, что тут уже зависит от вас. Что к вам ближе, то и выбирайте. Хотя, наверняка есть люди, что все же не могут выбрать. И я их понимаю. Так что дам им своих рекомендаций. Да, это лишь мое мнение и оно может быть ошибочным. Я этого не отрицаю. Думаю, лучше всего будет начать с того, с чего не начинать, а затем плавно перейдем к тому, с чего лучше всего начинать. Итак, первые игры на геймбой и геймбой калор. Я не понимаю, зачем с них начинать, если есть ремейки. Ред Блу, ну или Ред Грин, имеют ремейки в виде Файер Этлиф Грин, а Голд Сильвер, Хор Голд, Сол Сильвер соответственно. Они имеют механики, которые есть во всех поколениях, начиная с третьего и улучшенную графику. Далее в списке нерекомендуемых, вы удивитесь, Покемон Блэк Вайт. Как раз таки из-за сюжета, на который в игре идет убор. Если вы хотите начать играть покемонов, ну просто ради покемонов, а покемоны это ловля, битвы, то эти игры явно не для вас. Ибо недопонимать вы будете в них очень много. Особенно без знаний английского языка. А хотя стоп, это относится не только к Блэк Вайт. Если вы хотите пройти всех покемонов, то вам обязательно нужно иметь знания английского языка, хотя бы шестых-седьмых классов. Это надо для того, чтобы, ну, понимать, что в игре говорится, куда идти и тому подобное. Да и тем более, на русский язык переведены лишь игры на Game Boy Advance. И то фанатами. Думаю, это уже повод учить английский язык. Блэк 2 Вайт 2 это сиквелы, повторяться не буду. А вот XY я не рекомендую тоже. Во-первых, во многом она сырая, а во-вторых, много раздражающих моментов. Мне не понравилось. Правда. Ну и последний среди этого списка, Let's Go Pikachu и Let's Go Eevee. Ну, очень эта игра простая, это даже по геймплеям видно, и несколько странная в сравнении с прошлыми. Например, система ловли, которую переняли с Pokemon Go. Конечно, показывать уникальность свеча, но, блин, это всё ещё капец. Ни разу такого не было. Хочу также перечислить игры, где, ну, кому как уже. Допустим, Омега Руби и Альфа Сафайр, которые являются ремейками Руби Сафайр. Это хорошо сделанные ремейки, но они проще, чем оригинал, так что вам решать. И ещё Свордшилд. С ними довольно спорно. С одной стороны, это довольно сырой продукт, а с другой, интересная и затягивающая игра, с интересными механиками и идеями. Так что, тут тоже зависит от вас. А теперь, с чего, как по мне, лучше всего начинать. В первую очередь, третье поколение. Ну, само собой, разумеется. Игры, вышедшие на Game Boy Advance. Эти игры советуют большая часть фан-базы покемонов. Особенно часто они советуют FireRed. Эти игры могут похвастаться тем, что это ремейки первых игр. И поэтому, внутриигровой мир в регионе Канта будет довольно простым и незамысловатым. Сама игра несложная, но при этом и нелёгкая, но чаще всего говорят о покемонах, которых, скорее всего, вы уже видели. Что ж, это правда. Хотя, эта игра, да и весь регион Канта, довольно утомляющий. И уже на седьмом гензначке, без ускорения в умуляторе, я просто не мог в неё играть. Но, это лишь я. Многим другим нормально. Эмаралд ничем не хуже. И даже наоборот, лучше. По крайней мере, эта игра меня утомляет намного меньше. Так что, можете сыграть сначала в Эмаралд, потом уже в FireRed, или наоборот, а лучше всего играть в них параллельно. Ну а третье поколение, как по мне, не единственное поколение, которое подходит начинающим. Например, так же может подойти четвёртое. Оно может быть сложнее, чем третье, есть некоторые затянутые места, висящие места тоже есть, но в целом они чем не хуже, и с них тоже можно начинать свои ознакомления. Да, это что-то вроде альтернативного варианта. И, напоследок, ультра сам ультрамон. Очень красивые игры, которые могут вполне впечатлить вас. Но они намного проще всех игр, что были до неё, хоть и не проще тех, что после неё. Так что, если вам не даётся четвёртый или третий ген, седьмое поколение для вас. На этом всё. Пишите в комментариях, какую для себя игру вы выбрали. Или игру, с которой вы уже давно начали. Например, я начал с FireRed и Emerald по рекомендации тогдашних друзей. Но это не отменяет слов, сказанных в этом видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, берегите себя и своих покемонов.